здравствуйте дорогие читатели и телезрители сегодня у нас наверное самое интересное из всех наших слепых дегустации потому что в канун нового года мы решили попробовать коньяк да безусловно хочу предупредить что спиртные напитки вредят нашему здоровью однако иногда однако иногда все же наверное особенно в праздник мы можем себе позволить немножко побаловать себя и гостей собственно именно с этой целью мы решили попробовать разные виды коньяка которые продаются в магазинах масс-маркета то есть дорогих коньяков у нас сегодня не будет но будут те которые чаще всего воронежцы покупают в сетевых магазинах и сегодня нашими дегустаторами станут юрист нашего издательского дома екатерина фомичева мой коллега журналист они григорьевич шифрин и владимир васильевич рохмистров владимир васильевич известен вам как наш эксперт как руководитель управления федеральной антимонопольной службы по воронежской области в свое время в прошлом но сейчас мы пригласили вас сюда как профессионального дегустатор как ценителя проскорейского коньяка вот сейчас за кадром вы рассказали что у вас есть сертификат ценителя проскорейского коньяка даже два вот поскольку поскольку этот сертификат выдается дегустационной комиссии завода то мы смело можем назвать вас профессиональным дегустатора владимир васильевич и поэтому я специально знаю что вы придете не читал в интернете как дегустировать коньяк расскажите пожалуйста вы нам как дегустировать коньяк что нужно делать нашим дегустатором сегодня коньяк надо оценивать по органолептическим показателям это вкус это запах 1 1 1 запах затем вкус причем запах надо аккуратненько дать возможность насытить стенки этим продуктом чтобы прошел процесс испарения чтобы можно было определить насыщенный запах или нет и он отличается по запаху конечно ну и конечно же по вкусу причем по вкусу надо аккуратно сделать глоток как бы пополоскать рот для того чтобы у именно рот почувствовал все эти ароматы которые присутствуют ну и обязательно капельку этого коньяка проглотить глубоко в горло глубоко в горло чтобы он стекал не просто проглотить почему капельку а всего капельку потому что обычно дегустация бывает несколько видов иначе в дальнейшем соответственно затем видимо орошить нужно полость рта водой безусловно и я кстати по вашему совету в качестве легкой закуски приобрел но это самый распространенные продукты которые используют для того чтобы отбить нейтральному относительно вкусу да да отбить тот запах предыдущего образца ну то есть коньяк залпом лучше не пить вообще ну коньяк вообще напиток такой который пьют аристократы дегенераты как говорил папана поэтому я думаю что все вы так или иначе пробовали самые разные коньяки вот возможно мы вас не удивим но все-таки наш слепые дегустации чем интересно тем что вот когда мы убираем ту самую магию бренда или какой-то начитанности насмотренность а в случае с коньяком уж не знаю как правильно сказать на пробованности наверное да вот то результаты бывают порой самыми необычными те продукты которые казались дешевыми плохими оказываются на вкус вполне себе неплохими и наоборот известны раскрученные бренды показывают что в общем-то во многом дело именно в рекламе поэтому я прошу вас перейти к первому образцу у нас есть определенное ограничение как я понимаю законодательное да то есть мы не будем показывать сам процесс дегустации верно давайте ограничимся давайте ограничимся я говорю к тому что я очень прошу вас дорогие дегустаторы высказывать ваше впечатление только после того как вы попробуйте и поставить рюмки обратно на стол хорошо начинаем приступайте пожалуйста образец номер один давайте мы начнем с екатерины как впечатление вы знаете неплохое я вообще знаю что коньяки качество коньяка определяется и скоростью как стекает ножки ножка коньки до бокал а что лучше когда стекают быстро чем медленнее тем считается дороже статус не коньяк ну здесь тяжело то было ценить по этому критерию поэтому будем говорить да вкусе и о запахе аромате я бы сказала что он простоват но неплохо на мой взгляд он немножко такой какой-то десертный вот по ароматам я бы такой спокойно бы полила мороженое обогатила десерт и по вкусу он у меня не вызвал как какого-то отторжения может быть не хватило какой-то насыщенности такое у меня ощущение что скорее не насыщенности наверное различных ноток да то есть здесь нет симфонического звучания она слишком полифоническая очень хорошо я просто примерно пойду о чем ты видишь когда я его понюхал ты ты ему какой-то прокладную роль отводишь а баллы полить надо вот обязательно я не стал бы не вызвал отторжения нормально немножко вот как будто он простоват просто вот и я бы такой коньяк не стал бы себе покупать если бы я знал что это за марка я потом он жестковат и довольно на мой взгляд или какой-то грубоватый но то что карамелью не отдает уже плюсов в принципе ну так не фонтан не фонтан но у меня других слов нет я могу профессионалов я вот так вот не затеял вы знаете мне этот коньяк понравился учитывая что вы сказали это бюджетные коньяки а поскольку нет ярко выраженного вкуса ванильного потому что к сожалению до пяти звезд бывает перебор у некоторых коньяков когда вот вы снимали нам с ванилина да да и вот этот коньяк здесь все уверенно не соглашусь с леонидом потому что все-таки коньяк этот не жесткий он даже я бы сказал средней мягкости на мой взгляд для того чтобы его употреблять он вполне пригоден даже и не на праздник замечательно то есть в целом вы поставите ему высокий довольно полка ну вовсе полисите по 8 баллов я поста 8 6 6 екатерина отлично тогда предлагаю не мешка перейти ко второму образцу кто готов давайте ну этот коньяк меня кашу огорчил во первых запах выраженных сивушных масел присутствует это не очень качественный коньячный спирт видимо использован во вторых вкус мне не очень понравился вот здесь я скажу что и рисковатый вкус и нет вот того букета и не того аромата который должен присутствовать коньякам я не знаю что это за продукт но я к сожалению больше на убала в этом коньяку поставить двойка да я двойка двойка едкий как уксус я не могу такими профессиональными а можно без профессиональных это отлично мы зато мы не говорим он он как ужас и запах нет и после вот как-то последующие 2 2 тоже может быть вы его спасете спасти вряд ли мне тоже не понравилось после вкусе которая осталась и такой жесткой оттолкнула все же все же все же у девушек доброе сердце дорогие дегустаторы предлагаю перейти к следующему образцу мне он показался похуже вот предыдущего потому что там как как-то вот это вот вот это вот уксусность она быстро прошла а здесь она вот присутствовав по стирта вот я к сыру потянулся перебить чем-то захотелось понятно то есть оценка ну а от было два теперь один ну да единица владимир ну вы знаете я этот коньяк все-таки выше предыдущего поставлю потому что у него нет такого выраженного вкуса белье аромата который был предыдущего аромат здесь вполне вполне нормально то есть выраженный аромат предыдущего коньяка это на самом деле не комплимент ему не комплим не комплекали и вот и по вкусу я думаю что общий балл пятерочку я поставлю то есть такой коньяк вы бы да нет когда вот не отказались вот видите как интересно сколько людей стоит разбросить теперь интересно жуашими некоторые у меня первые впечатления вот не вызвали отторжения а вот концовка послевкусие как-то не понравилось сложно мне сравнить со вторым вот так для меня это приблизительно один уровень тоже четверка а после вкусе что в нем раскрывается какие-то неприятные нотки химические синтетические хочется прям обильно запить обильно запить либо запись либо закусить его нужно но что-то мы начинается 2 1 не захотелось 1 2 вы знаете я их выбирал не в подбор то есть в разнобой специально здесь в общем как бы до самой разной марки ваша оценка также 4 4 меня плюс-минус это вот одно и то же промежуточные результаты нашей дегустации уже интересно они показывают что у каждого продукта свой вкус несмотря на одинаковое название и конечно когда мы с вами садимся за стол либо приходим в кафе ресторан вряд ли мы можем попробовать семь видов коньякам просто не задаемся эту целью и вот сейчас данный момент например вот то что рассказал лёня до наглядно свидетельствует у разности вкусов когда первую рюмку хотелось допить а вторую не хотелось в общем-то даже глотать вот поэтому предлагаю вам перейти к четвертому образцу ну мне не понравилось потому что изначально какой-то лекарством чем-то отдавала то ли капли датского короля ну какой такой вот в спалах был и все а потом опять какой-то вот тяжелое что-то форту ну я не знаю но я хотя бы из винограда сделал по ощущениям сложно не знаю ну это наверное не самый плохой из того что вы пробовали где-то при предпоследний наверно троечку троечку ставлю владимир васильевич а вы как думаете ну то что вы задали вопрос по поводу виноматериала виноградный это когда из винограда причем я согласен с леонидом до присутствует какой-то вот запах немножечко не специфический для коньяков но по вкусу я бы не сказал чтобы он такой уж был убийственный но наверное я больше пятерки не поставлю то есть но в целом чувствуется что-то натуральный продукт да а тогда если можно скажите пожалуйста вообще коньяк часто подделывают откровенно да конечно а как используются конечно для поделки вот представьте себе что коньяк где-то выпускают сибирь там где виноградников до развивают коньяков там достаточно берут какой-нибудь низкопробный конечно 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 и спирта но низкопробный привезли в цистернах куда-нибудь раз-два разлили добавили ванилин определенных компонентов может быть даже подержали чуть-чуть дубовые бочки то есть если не подделка будет полностью снова это будет просто продукт очень низкого качества фальсифика почему фальсификат если коньячный спирт использовался если ванилин использовался если сахар заявленный существует определенная процедура рецептура коньячный спирт он тоже должен отвечать определенных требований есть комбийцы если комбийцы они кондицию чтобы никуда не утилизировал ее направили на пляж вот с владимир с регионом а там уже все это но в основном и для изготовления вот то что вы знаете фальсифика там все-таки используется коньячный спирт из винограда используется но там где очень жестко подделывают очень быстро это как правило спиртом обычно до берут спирт добавляют туда какой-нибудь краситель далее ванилин и и в общем работают да и в общем получаются градуса соответствует цвет вроде бы ничего аромата тоже достаточно а для тех кто не очень является ценителем и гурман может даже не почувствовать отсутствие винограда даже не почувствовать понятно ну что ж вот собственно говоря очень хорошо что мы обсудили это именно сейчас на этом образце екатерина вы дали вам время собраться с мыслями как мне наименее понравился этот из всех да мне он показался не симпатичный простите воткнулся вот горло самый такой неприятный и очень странно вот с ароматом я долго не могла понять грела грела бокал сначала мне показалось что практически не пахнет а потом что-то видимо от температура рук начала раскрываться ну вот без приятного сюрприз то есть при этом нагреве да какой-то аромат пошел но петит вале вот я бы его он не раскрылся как хороший как хорошее когда я выпила наоборот у меня отторжение возник из-за вот этой резкость ваша оценка 22 вот вы обратили внимание могут быть я сижу под таким углом мне вот эти все четыре наши образца одного цвета показались или или металл я чет не прав вот одним из притерий выбор коньяка для меня в магазине на полке кажется что в том числе и цвет вот такой бы цвет я бы обошел даже не глядя на марку ну вот он не насыщенный не густой он должен богуще все таки но мне так как визуально мы здесь владимир васильевич как раз просим за то что там же составе здесь колер и по большому счету цвет зависит от того сколько колера добавили ну колер конечно же добавляют до сахар но есть определенные имиджи и подходы у разных заводов вот не буду говорить про столичный завод но у него никогда не развивался насыщенный коньяк он как правило такого светлого цвета и да и вполне возможно что вот обильный образцово может быть не один как раз возможно я обязательно в жару на киеве да возможно я вам расскажу обязательно об этом очень скоро ну что предлагаю вам перейти к пятому уже образцу да что ж такое вы знаете если честно я первообразец выбором сквально не сходящее вот у меня такое ощущение вот так у меня ощущение что не по нисходящим что такое вот неплохую съедобное съедобную если на предыдущие коньяки я жаловалась что резкое неприятное послевкусие то здесь как раз вот я бы сказала что оно и как-то спасло потому что сначала было все резковато а сейчас вот к воде не тянусь мне показался то есть именно послевкусие спасло его вкус да да я бы так оно снивелировало снивелировал эффект резкости самого коньяка да да мне не очень понравился запах слишком много в нем было какой-то вот конфетности что настораживает но вот послевкусие его реабилитировал понятно 5 5 6 так 5 или 6 давайте 6 давайте 6 он какой-то странный вроде и запах как-то нерезки но обычно вот так вот потряс что-то там из него из рюмки пошло когда пьешь не показался мне он он опять же вот ну не то чтобы как уксус не то чтобы он едкий ну какой-то тяжелый я не знаю как это сформулировать ну вот и из того что мы выпилить на мой взгляд это самое вот я обратил внимание на наверное может быть и неправильно на мужское женское восприятие коньяков вот екатерина очень часто про говорит про послевкусие верно а вы послевкусие смакуете или все-таки важно для мужчина важен именно первое вкусовое ощущение да и послевкусие тоже вот наверно чего не первое вперед наверно все-таки 1 и наверное еще само воздействие коньяка на я так понимаю сосуды но есть такой да чистота чистота вкуса вкусность да то есть вот для женщин девушек важно послевкусие как я понимаю да для мужчин именно первое ощущение как вы думаете возьми васильевич после пусть и это главный критерий для любой дегустации потому что если есть послевкусие то сразу же все эти баллы положительные которые могли быть они то есть послевкусие может убить может убить любое напиток отчего он я я например этому напиток к сожалению больше единицы и поставлю почему потому что действительно мне и запах не приглянулся у этого коньяка и вкус не понравился потому что ненасыщенности я не почувствовал а вот у меня почему-то послевкусие осталось стало серьезно понятность нехорошие не дарья ваша оценка единица 22 ну вот видите какой разброс 621 это хорошо у нас 36 образец и градусов 32 градусов 32 ну по ощущениям просто как вот это не коньяк амар это не коньяк ну за вы что запаха изданите пожалуйста позвольте это тоже у да здесь не коньяк не типичный запах для коньяков и вкус это какой-то напиток так но не коньяк а у нас много коньячного спирта или нет наверняка наверняка надо конечно но что здесь дабы добавлены некий ароматизатор перебошили там ароматизатор могут ли это быть ароматизатор условно говоря дюшеса лимонада груша это вряд ли но какой-то ароматизатор что-то есть а знаете я вот все скажу я все видимости это ароматизатор вместо ванили я его узнал этот ароматизатор я занимаюсь выпечкой профессионально и мне иногда требуется синтетический ароматизатор ром вот это он судя по запаху это синтетический ароматизатор рома извините я выскажу свое мнение я знаю что это за коньяк но до полного капель хватает для того чтобы благоухало на всю кухню так как будто бы ты добавил главное чтобы это был не брома то все желания отобьем ну вот после того как мы так негативно высказку и так негативно высказать про это брать может быть екатерина вы его похвалить но похвалить вряд ли поскольку мы все-таки собрались для дегустации коньяка а это меньше всего напоминает коньяк по запаху я вообще подумал что это либо суррогат какой-то либо какая-то десерт на кондитерской истории вот вы в общем-то подтвердили то есть это либо какая-то настойка закос под амаретто может быть ликер но никак не коньяк пьется легко пьется легко но просто мы же не ну да не для этого крепость 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 намного слабее чем то что мы планируем 100 процентов здесь вы 40 с заявленным 40 градусов не чувствуете 32 ну и это я на ура сказал наверное так и есть наверное так и есть тогда ваши оценки 11 11 11 поскольку это не коньяк выше единица один ну что ж аутсайдер выявлен и я предлагаю вам перейти к последнему седьмому образцу мне казалось вот я вот там по поводу первых как-то высказывался ну первый это был супер первый был по сравнению с тем что вот ну не так кажется сто процентов что первый был хорош ну вот ну лучше потому что 1 был коньяк да и вообще не почувствовал ничего коньячного в нем сразу же и по запаху и по вкусу у меня какой-то к этому напитку отрицательное ощущение возник отрицательно отрицательного вам показалось что вас обманули да мне показалось чтобы на черный это был ты да конечно больше не могу поставить мне показалось что это максимально похоже на водку знаете как будто когда уже заканчивается банкет и там наливают в разные рюмки мне вот как будто водку плеснули в остатки коньяка и наоборот вот вот что-то такое ну да двойка я тут соглашусь как какой-то такой товарищи я ваши оценки записываю осталось осталось у нас только два 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 и я вам сейчас предлагаю для все-таки до верности чистоты нашего эксперимента после глотка воды попробовать еще раз первый образец покажется ли он после предыдущих шести вам таким же либо же все-таки это эффект первой рюмки знаете я выбрал его совершенно случайно абсолютно здесь не было никакого подвоха я сам коньяк не пью ну теперь наверное руководствуясь с вашими отзывами я пересмотрю свое отношение к нему потому что давайте мы теперь раскроем секреты потому что первым образцом был весьма дешевый коньяк из бирбашески из магнита вот а вторым владимир васильевич тем которым вы поставили 2 был коньяк дербент изготовлен дербент вина коньячным комбинатом вот вы его очень критиковали да либо же это подделка либо же не старались я не знаю не могу судить да очень интересно что аутсайдеры нашим давайте сразу про уцаре расскажу да аутсайдером был коньяк который я изготовлен в абхазии полу кустарным способом и называется предпоследний предпоследний амарат это коньяк старая гагра изготовлены в абхазии то есть соответственно здесь производители нам не гарантирует его соответствовать чему бы то ни было российским законам и так далее продают они его исключительно как местный напиток вот привезла его из абхазии моя коллега она угостила сказал что вот на этот прекрасный коньяк но видимо этот эффект маркетинг 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 когда ты в чудесном цветущем солнечном крае покупаешь у тети роза коньяк то тебе кажется что тети роза его делала по рецепту своей прабабушки на самом деле тетя роза скорее всего добавила туда ароматизатор ром который она купил если говорить про абхаз на альфе то уже лучше брать то что они в этих пластиковые делают вот именно такие домашние потому что заводской заводской ну я честно несколько раз пробовал друзья абхазские вина да они ценятся но коньяки они не умели делать ну вот два наших аутсайдеры давайте все же да это коньяк старая гагра 111 и коньяк старый кёнигсберг это был вот тот самый последний образец по идее такого 2 2 вам удалось резки это по и острым если хотите давать билеты давайте мы принесем бутылку в студию и мы попробуем 6 образец давай а потом 5 4 11 попробуем давайте мы попробуем открытый 6 образец старый кёнигсберг но тем не менее вот видите насколько неожиданно результаты я чувствую что вы не можете этом коньяку поставить более высокий балл не можете не можете по ощущениям вот бутылка пожалуйста да то есть мы мы могли бы провести дегустацию открытую но тогда бы возможно влиял как раз до влиял магия бренда и на сегодня дорогие мечтая в нам после вкусе очень сильно очень сильно и так дорогие читатели телезрители что удивительно до основной итог нашей дегустации такой же как сам с большинством других продуктов которые мы пробовали в том что огромную роль играет магия бренда рекламы на осмотренности чьих-то советов и так далее да то есть если мы очень часто с вами видим некое изделие на полках магазинов на главной верхней полке автоматически начнет казаться что это неплохое изделие вот сейчас оказалось что в нашей дегустации одержал победу один из самых недорогих коньяков от которого этого возможно многие не ожидали бы вот такой насколько я помню 0,25 литра стоит 269 рублей я надеюсь что ваши отзывы помогут спасибо вам большое за то что вы подготовили свой вкусовый рецептор это была самая интересная самая необычная дегустация спасибо